Такое ощущение, что на Аризоне произошло то, чего ждали, наверное, все. Кто-то запустил, видимо, мероприятие на УЗИшках. По крайней мере, я захожу вот сейчас за первым попавшимся, я так понимаю, это победитель. А, нет, их двое осталось. Но тут был весь киллист в УЗИ, и я когда зашел в игру, я подумал, что о, разнос пошел, сейчас пораздаю ганбанов. А в итоге, видите, захожу, и тут стреляются два типа, у которых топ-аксы, Томас Банк и какой-то еще чел. И, понимаете, им друг друга никак не разнести. Ну, хотя Томас Банк чуть-чуть проигрывает, у него уже брони не осталось, но этот чел, в принципе, тоже теряет ХП. Блин, будет удивительно, если в итоге, после всех этих вот попыток попасть друг по другу, Томас Банк проиграет, потому что обычно он многие МП на сервере вывозит. Не, ну мероприятие прикольное, потому что тут, знаете, вот именно ловкость какая-то в попадении может зарешать. Странно, что они никак не хилятся, не перенадевают броню, потому что вроде как на МП это разрешено. Но, видимо, на этом запретили, поэтому Томас Банк потихоньку проигрывает, у него осталось чуть-чуть ХП. И есть большая вероятность, что он проиграет. Ладно, сейчас посмотрим. За этим сложно наблюдать, потому что, видите, они очень жестко двигаются. И в итоге, да, Томас Банк, к сожалению, проиграл. Но, по сути, такие мероприятия я одобряю, потому что тут еще и УЗИшки, плюс еще какие-то АКСы. Вот я не знаю, эти АКСы сейчас работали на этом МП или нет, но это было прикольно. Ладно, типочек молодец. Но сегодня ролик не совсем об этом. Помимо того, что я сейчас почекаю тех, кто опять пытается нарушать на Аризоне. Как вы знаете, недавно ввели одно интересное правило. Если вы заходите на Аризону со сборки, вам приходится ждать 5 минут. Я пока не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что, с одной стороны, если бы не переход Аризона на лаунчер в какой-то степени, сидели бы мы все так же в старом сампе со старыми тачками без всяких новых систем и АКСов, с огромнейшей нагрузкой вообще, в принципе, на нашу игру, потому что, чтобы развиваться в сампе, нужны обновы. А из стандартного сампа высасывать постоянно новый маппинг, там, я не знаю, и какие-то дефолтные тикс-дравы, и загружать картинку настолько, что все было бы очень страшно. Но я бы такого не хотел, поэтому, в принципе, я рад, что Аризона сделала лаунчер. Но вот то, что они вот так вот делают, что приходится им 5 минут ждать, в принципе, это в какой-то степени терпимо, потому что игроков, которые играют со сборки, хоть и много тех, кто агрессирует, но на самом деле большинство играет именно с лаунчера. На самом деле это реально так. Но на самом деле никто не запрещал играть со сборки, поэтому спокойно заходите. Просто теперь будет 5 минут КД. Я не советую юзать какие-то обходы, по типу, там, заходите на сервис со сборки, но вас видят, как будто бы вы с лаунчера, потому что все это вызывает баги, вы не будете видеть многих игроков, многие тачки, ну и сами знаете, это все полная ерунда. Я думаю, что рано или поздно Аризона выкатит какую-то обнову на лаунчер, которая настолько жестко пофиксит игру, что будет дофигища фпс, вне зависимости от того, на чем вы играете, на слабом ПК или на мощном. Так, а я тут, кстати, заметил одну интересную картину. Опять узишечки какие-то пошли. Типочек, получается, на своей респе, все окей, да, слил какого-то гражданского. Ну как, это не совсем окей, но все бы ничего, но гражданского, которого он слил, он, к сожалению, я так понимаю, вышел с игры, что ли? Почему мне за ним не зайти? А во, это Аризона так лагает, которого он слил, этот чел очень много раньше нарушал. Кто-то мне говорил, типа, что он якобы перестал нарушать, не знаю, но по какой причине его слили, я понять не могу. Возможно, он сам демил, в итоге вообще чел, видите, завис в баге каком-то, постоянно падает. Мне даже складывается ощущение, что он сбивает анимацию. Так, ну по истории наказаний, да, я вижу, здесь у меня выдан был ему ганбан на 5 дней, после этого, в принципе, он не нарушал. Возможно, он просто пришел на респу и его слили. С этим нужно разбираться в любом случае. Кстати, многие, наверное, замечали то, что я стал играть вот с этим скином на Аризоне. Но это стандартная его версия. Он сам по себе прикольный, но он имеет кучу багов. Мы это сами видим, вот в подмышке какая-то белая точка торчит. Сам по себе он корявый, смешные штаны. Ноги голые. Ну, понятное дело, что это чел из спортзала, как бы он таким и должен быть. Но все равно, скинчик такой смешной достаточно. Если посмотреть на его лицо даже, можно увидеть то, что оно кривое. Размытое, кривое. Один глаз больше другого. Выглядит как-то нелепо прям. Не знаю, мне не особо нравятся вот эти все сзади баги. Какие-то красные линии. Что это? Зачем? Не понимаю. Короче, но скин сам по себе, как идейный, он прикольный. В общем, я его взял и решил полностью переделать. Сделать свою версию с пофикшенными багами и новой моделью. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот он теперь у меня выглядит. Я его полностью, как я уже сказал, переделал. Теперь он у меня не басой. У него есть красивые кроссовки. Новые штаны. Новая модель вообще всего тела. Перчаточки, точнее бинты. В общем, все по классике. Все круто. Выглядит обалденно. Лицо теперь не корявое. Все симметрично. Все круто. Багов не имеет. Много новых деталей различных. Короче, скин обалденный. Я теперь с ним часто играю. И не только вот на Аризоне. Иногда, допустим, на какие-то DM-сервера захожу, чтобы чисто постреляться. Вот наверняка, по большей степени, я с ним и играю, в принципе. Короче, скин классный. Ладно. Не о нем сейчас речь. Кто такой Девил Боб? Так, он тут пытается файтиться с копами. Но у него осталось мало ХП. А, он еще надевает броник. Прям в бою. А еще у него какие-то бархатные тяги, судя по скину. Это что, в итоге он кого-то слил, что ли? А нет. Почему-то коп пропал, которого он сливал. Я не очень понял прикола. Так-то его, конечно, можно и наказать, в принципе, за то, что он это... Прям во время боя юзал броню. Но да ладно. Ой, кстати, погодите-ка. Это не тот чел, который... Да, это тот чел, который слил того вот на респе. Он уже стоит здесь и тоже кого-то сливает. Зачем-то? 23-й левел. Ты кто такой? Почему ты так много ДМишь? Ну-ка, давайте фастом чекнем его историю наказания 784. Чего у тебя вообще есть? Так. Ну ДМчик тут имеется. Вроде как от меня наказания я здесь не вижу. Но ДМ имеется. Все это 23-й год. И относительно недавно даже. Уже и апрель забит тоже наказаниями. И ДМ в том числе. Походу ганбаном пахнет, братуха. Я бы на твоем месте на самом деле успокоился. И не занимался всей этой ерундой. Но он, короче, сел к какому-то другу своему, я так понимаю. Возможно. Ибо просто на рандоме сел. А этот друг случайно не с его бандой? Да, походу с его бандой чел. Просто в маске. И теперь он просто выпрыгнул. Неужели этот чел какой-то агрессивный защитник собственной респы? И всех, кто приближается к его респе, он пытается разнести. Благо никого рядом больше не имеется. Поэтому пока можно со спека выйти. Но если я опять его замечу, тогда я уже точно со спека выходить не буду. Так, там какой-то вагас у нас. Ну да, к сожалению, этот вагас у нас даже не на копте. И опять чел в баге. Смотрите, там бесконечно падает. Походу там это... На Аризоне опять какой-то баг появился. И типы бесконечно спавнятся. Когда их сливают. Это даже обидно. 828. Может быть это из-за того, что он со сборки играет? Не, он играет с лаунчера. Все окей. Как и в принципе большинство людей, кто сейчас играет на Аризоне с лаунчера. Я не знаю, что это за чел, потому что я его ник не особо помню. Но давайте тоже освежим память путем просмотра истории наказаний. Ой-ой-ой, у него очень много ДМа, кстати. От меня наказаний вроде как нету. Я, по крайней мере, здесь не вижу. Ну да. Но ДМчик имеется. Вероятнее всего типочек-то нарушает. Сомневаюсь, что он того волка слил просто так, типа. Точнее, была причина на то, чтобы его слить. Возможно, он просто задемил его и все. Так, вы видите, он уже перезаряжает себе УЗишечки. Казалось бы, зачем? Просто так человек этим заниматься не будет. Вероятнее всего, что-то хочет замутить интересное. Как обычно, центр гетто. И в этот раз уже тут очень много людей. Бывают дни, когда никого нету. А сейчас внезапно появились все. Ой-ой-ой, по нему кто-то фигачит уже зачем-то. 17-й айдишник. А зачем? Это что сейчас было? Погоди, это не ты случайно, кому я уже выдавал кучу ганбанов-то? 17-й айди, погоди-ка. Секундочку. Так, у тебя, к сожалению, история наказания в каких-то автопах. Автопах. Но это 92-й левел. ДМ, 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 ДМ. Ну понятно, я точно помню то, что я его наказывал. Видимо, с первого раза он не понял. И нужно это делать еще раз, да? Зачем он просто начал фигачить по этому типу? Я так и не понял. Видите, он даже не состоит ни в какой группировке. Он просто обычный гражданский. Бегает тут на своих роликах и пытается демить игроков. Зачем? Пока понять не могу. Но пока он бессмысленно просто катается. И в воздух фигачит с узишек. Не знаю, что от этого типа вообще можно ожидать. Надеюсь, что ты не идешь на респу Груф, чтобы там кого-то задемить. Вне зависимости от того, кто это. Груф или просто гражданский. Потому что сам понимаешь, чем тебе это может быть... Чем тебе это грозит, точнее. Так, ну он приехал, получается, на роликах своих на респу. Пока никого здесь не тронул. Пошел внутрь самого интерьера. Здесь никого нету. И он как-то быстро это определил. Либо по карте, по мини-карте, либо по ВХ. Которая у него, скорее всего, установлена. Так, там впереди какой-то чувачок бежит. Надеюсь, ты его не тронешь. Потому что причин на это просто нету. Правильно? Либо это твой знакомый какой-нибудь. Так, он спонял себе скин. Что там тёлка была какая-то, что сейчас. А, ну у того типа, в принципе, не особо отличается. Но перед ним еще один гражданский бежит. Я думаю, что он его трогать не должен. По идее, причин на это нету. Ну да. Он его не тронул. А второй чел тоже не тронет, надеюсь. Ну да. Никто его не тронул. Уже хорошо. Уже меняется поведение ДМщиков. Уже хорошо. Потому что раньше были такие, которые спокойно бы разнесли. Но эти, благо, пока не трогают никого. А какой смысл они тут стоят, если их постоянно сбивает поезд? Вот его сейчас сбил. Этих тоже как-то подснес. Им, видимо, нравится стоять на рельсах или чё. Типы, он тут на фоне спорит. У кого больше фпс на лаунчере. Один чел говорит, что у него упал фпс до 50. А другой говорит, что какой был фпс на сборке, такой на лаунчере и остался. Но у меня, в принципе, так же. У меня что на лаунчере, что на сборке сейчас абсолютно одинаковый фпс. Иногда даже на лаунчере намного больше. Потому что в лаунчере очень много фиксов разных. И когда я захожу на какой-нибудь сервер на ту же Аризону со сборки, у меня фпс бывает намного меньше. Но и крашит больше, потому что в сборке нет фиксов, которые есть на лаунчере. Так что не знаю. Лично мне пока лаунчер нравится больше. Но, к сожалению, есть типы, у которых слабые компы. И там какие-то, видимо, у них проблемы происходят, из-за которых у них и глючит всё. Возможно, конечно, дело ещё в том, что челики не разбираются в том, как оптимизировать свой комп, если уж хотя бы говорить о среднем ПК. И у них он захламлён всякой ерундой, знаете, там, всякими программами. Они никогда его не чистят, ни реестр, ни что-то там ещё. Система забита кучами разных служб, автозапуска. С диким импут-лагом играют и даже не догадываются о том, что он у них имеется. Поэтому там, в принципе, любая программа и игра может лагать. И работать не так, как должна изначально. Так, он там узишечку оставил. А тот чел, вероятнее всего, эту узишку подберёт 9.3.2. Я даже по приколу чекну, на самом деле. Ну да, видите, он подобрал. Так, а сколько там ПТ? Ну, почти 500. Ну да, подошёл и начал зачем-то ДМить игрока. Как бы зачем? Давайте чекнем историю наказания у него. 9.3.2. Так, а у него, в принципе-то, никаких наказаний нет, только 20-й левел. Ладно, короче, джейл. 9.3.2. Давайте на 140 посадим за ДМ. Ладно, ладно, пусть будет 120. Всё-таки первое наказание не есть хорошо. Поэтому пока почиль в своих вот этих вот весёлых оленьих рогах. Думаю, тебе не помешает. А я, наверное, вернусь вот за тем челиком, которому эти узишки, в принципе, и предоставил. Тут челики на одной руке крутятся. Как обычно, висели в центре гетто. Надо будет сегодня последить за игроками и, в принципе, почекать, кто с чего играет. Большинство играет со сборки или с лаунчера. Но пока что, за кем бы я ни зашёл, все играют с лаунчера. Абсолютно все. Пока я ещё не встретил типов, которые бы играли со сборки. Ну ладно, там есть типы с мобилки, но это, как бы, сами понимаете, тоже почти лаунчер. Только другая платформа. Ладно, пока что здесь тишина. Так, там катается тот самый чел на своём новом мобиле с гигантскими колёсами. Чекнем, что делает. 7.3.9. Ты ж не будешь дэмить-то, я думаю. Артём, хот-дог. Так, 7.3.9. Это какой-то чел. Почти, грубо говоря, 141 уровень. Это безумно огромный левел. Скинь обидчика. Со стандартными аксессуарами. У него даже, по сути, только максимальный армор. Плюс 60 и всё. То есть, у него даже аксов по факту нету. Я даже не знаю, нарушитель ли это или нет. Мне кажется, что это просто рандомный чел. Ну давайте чекнем. 7.3.9. Неужели он... Да ладно, серьёзно. Так, на 23 год, март. У него тут аксы притон. ДМ, ДМ. То есть, это чел, который не имеет, по сути, на аккаунте ничего из аксов. Только стандартную какую-то ерунду. Но при этом у него имеются наказания. Странно. Очень странно. Тут за плюс тек, кстати, отлетал. Посадили его на 2 часа. НРП-пис. Жалоба какая-то. Ещё жалоба овтоп. Ну и всё это относительно недавно. Хм. Пришёл и тоже начал крутиться. Ладно. Ладно. Наверное, потом за ним посмотрю. Потому что там какой-то чел в киолисте. Блуди так она. Слил, получается, какого-то Вагаса и Гражданского. За каким фигом, пока непонятно. Он тоже, в принципе, безопасный, по идее. Потому что у него нет никаких аксов на урон, на защиту. Но он умудряется кого-то слить. И он, кстати, не один. Походу, он это делает со своим дружком, который рядом с ним стоит. Потому что этот дружок всё ещё живой и не слит. Что-то они оба в АФК ушли. Это что, сервер погиб? Там ещё чел в АФК на фоне, видите, ушёл. А нет, поехал дальше. Я уже думал, у меня сервер улёг. Странно, конечно, странно. Ладно. Почекаем ещё кого-нибудь. Миша Смотров. Полетели точнее. Куда-то собираются они. Куда именно сказать не могу, потому что только зашёл. Ладно. Этот, кстати, чел недавно дэмил. Ну-ка, сейчас я про Чеку ещё раз оставлю наказание. Смотрите. Я посадил его тут на 180 минут за дэм. Он тогда вышел. Этот чел, который состоял в Фоме скинхед, которую недавно расформировали. И фишка в том, что он в ней состоял уже после расформирования. И снова дэмил. Я тогда его телепортировал. Сказал, что всё. Я этого типа, создателя Фомы, занесу в ЧС. Этот чел испугался сразу же. Прям при мне вышел из Фомы. Ну, я его просто посадил. Вроде как он не возвращался больше в эту Фомы. Давайте даже чекнем. 3, 7, 7. Так. Графа семья. Он обратно принят в неё. Смотрите. То есть, по сути, чел нарушил тогда. Сказал, всё, я выхожу из Фомы. И его обратно приняли. Правильно? Правильно. Окей. 5, 9, 8. Просто мне этот чел, я так понимаю, лидер, тогда писал, типа, что всё, всё. Фома расформирована. Всё окей. Там типа нет нарушителей. Я подумал, ну, ладно, окей. Хороший шаг к тому, чтобы тебя не трогали, как бы. Ну, неужели, типа, всё так печально, что они возвращают обратно тех, кто у них дэмил? Ну, это будет очень глупо, потому что вот этот вот мучпайн, это тот самый чел, который был последней каплей. А он, видите, обратно принят. Я так понимаю, всё. Надо, видимо, сносить. Ну-ка, погодите-ка. Члены семьи онлайн. Кто у них сейчас в игре находится? Погодите, в виде списка. Так. Это ледак. Как я понимаю. Это зам. Ещё три типа, в том числе вот этот вот мучпайн. Так. Ну, давайте я... А, не, погодите, я ещё в оффлайне чекну, что у них есть. Члены семьи оффлайн. У них какой-то Николай есть. Максим. Почему-то три типа, у которых у всех Захаров стоит. Фамилия. Странно. Вася Мордобой какой-то. Смешные никнеймы, конечно, но я не знаю, кто это даже. Надо будет по логам всё это проверить обязательно. Так, девяносто первое. Дишник тоже состоит в их фамилии. Вот я сейчас зашёл через список. Стоит тут около респы своей. Чекнем, пожалуй, его историю наказаний. Так, я чё-то вижу слишком много. Так, видите, выдал ганбан ему за ДМ и плюс цеты. Когда было? Седьмого апреля. Так это недавно же. Погоди. Жалоба была ещё. До этого всё в жалобах. Ещё один ДМ. Жалобы, жалобы, ДМ. Инта в бою. Серьёзно? Ну, по крайней мере, я, конечно, не вижу у него никаких УЗИшек. И намерение сейчас ДМить. Но за этим нужно наблюдать в любом случае. На защиту и урон Аксы он сейчас имеет на себе. Поэтому надо смотреть. Ну, в любом случае, видите, он оставил типа у себя в фаме, который имеет такую себе историю наказаний. Ну, пожалуй, я ещё чекну остальных. Допустим, 5-4-2. Этот чел стоит вообще на ЦРе. Возможно, он реально не нарушает. Давайте чекнем. 5-4-2. Что там у тебя интересного? Блин. От меня наказания я не вижу. Но сразу же бросается апрель. Даже недавно. Буквально несколько дней. А, так это чел, который себе решил ник сменить, да? Волкер Скинхед. Ха. Забавно. Смотрите, у этого типа здесь уже буквально на днях неадекват ДМ, неадекват ДМ. 30-й левел состоит в их фаме. Получается, никакого расформата и не было. Видимо, ледак меня просто обманул. Такое себе, конечно, обманывать администрацию. Но на их совести, окей. Ну и раз уж на то пошло, остался ещё один. А, тут ещё кто-то зашёл. Ну да ладно, сейчас всех чекнем. Так, 5-4-2. Это у нас вот этот вот. Вот, тут ещё какой-то чел зашёл. 8-3-1. Давайте чекнем его. 8-3-1. Так, этот чел, вероятнее всего, просто стоит, торгует в аэропорту, точнее. 8-3-1. Что у тебя имеется интересного? Так, у тебя... Во-первых, от меня наказания нету. Но ДМ плюс С. Плюс ещё ДМ. Бан за чит. Интересно очень. До этого ДМ. 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 Читы ещё одни. ДМ. Обалдеть. Чё-то на самом деле я шокирован. Это вот так вот расформ Фомы, да, произошёл? Прикол. Нет, понимаете, они не могут мне сейчас ничего предъявить, потому что после того самого расформирования, так называемого, челики всё равно нарушали. Нарушил вот этот вот игрок по-смешному. Из-за испуга, видимо, то, что всё реально, все сейчас в честь окажутся. Он вышел с Фомы, а сейчас обратно в ней оказался. Понятно, чё. Ладно, я больше реально не буду этим всем заниматься. Так, где там этот ледак 598? Скопирую его ник и, наверное, в логах сразу всё прочекаю. Что он хоть теряет-то? Давайте посмотрим. Не знаю, будет ли об этом ролик, либо вне ролика снесу. Так, ну, слушайте. Сто четвёртый левел. Денег не особо много. Чё-то прям совсем мало, видимо, во что-то влито они у него. А зэшек тоже мало. Ну, и тачки имеются. Ну, что ж. Я логи чекну, чё, куда улетает. Может быть, он куда-то что-то положил или передал. Это не так важно. И вы, в принципе, вот его аксессуары и прочие приколы, которые он имеет с собой. Ладно. Моё дело было предупредить, а их дело уже решить, что делать. А, он живой. Я думал, что он это, просто в АФК стоит и аккаунт качает. Оказывается, чел-то играет всё-таки. Ну, я бы сомневался, это слишком жёстко бы сейчас угорал, если бы прям ледак бы после моих предупреждений нарушал. Но нарушает его состав, за который он в ответе. У нас всем временем, кстати, заполняется дико киулист. Это, видимо, МП. Ну, да. Я просто подумал, что, может быть, ДМ пошёл какой-то лютый. Опять Томас Банк, кстати, смотрите. На котах фигачатся. Ну, эти челики как-то прям во время МП общаются. Может быть, у них этот? Тим какой-то пошёл. Так, пошло плюс С. Ладно, короче, давайте дальше почекаем. Это кто такой? А, ну, это, скорее всего, чел. Чел, наверное, с этого, с МП. Вероятнее всего, не знаю точно. 18-й левел. Ну, это можно проверить, в принципе, обычным чеком истории наказаний. Но у него тут жалобы есть, и СК одно только буквально, и всё. Вряд ли он представляет какую-то угрозу. А тут типочек слил мента, и мент тоже в баге. Постоянно, видите, поднимается, опускается. Ну, чел, короче, это, забагался. Видимо, на Аризоне какая-то фигня сейчас появилась с этими стадиями. И типы бесконечно в них лежат, или что это? Напишите в комментариях, кто уже был в стадии. Что это за постоянные падения? Может, вы мне объясните просто, как это работает? А это как? Мне вот интересно. Сейчас зашёл спек случайно за вот этими игроками. Маверик стоит. Ну, не Маверик, это другой. Спаррл. Маверик стоит в воздухе, на месте. И с выключенным движком. Под ними никаких объектов нету. Это как? И сейчас они медленно спускаются. Это за рулём 384. Каким-то боком он вот так вот управляет вертолётом, в котором заглушен движок. Он играет с лаунчера, не с мобайла. Что-то я не очень понимаю прикола, как это произошло. Он доказал сейчас только что то, что у него нету никаких объектов здесь. И он реально с заглушенным движком просто летает. Серьёзно. Ну, он 12-й левел, в принципе. Что ему терять? Поэтому играет с софтами. Ну, давайте CheckPunish посмотрим 384. Чего у тебя интересного есть? Он РП-описание, ничего такого. Но его пока с читами не палили. Понятно. Ну, не знаю. Это странно. Зачем такой фигню езать ещё и на лаунчере? У него вообще пол вертолёта просто пропало сейчас. Видите, тут нету ничего. Он как на кабриолете таком, знаете, летит. Хотя вот отсюда видно. Отсюда нет. Ну, странно, короче. Ладно, бан, пропишу. Но такого быть просто не может. Он падает теперь вниз. И не разбивается. У него ХП не снялось. То есть ты ещё и с гэмом играешь. 384. Давайте побазарим с ним. Мне уже интересно стало. Сколько же у него читов, видимо, в игре. Приветствую. Зачем читы юзаете? Грустит. Видите? Ну, я уж думал, что может быть я ошибся. Но, к сожалению, чел сам подтверждает это. Ладно. Придётся забанить тогда. Я уж думал, что-нибудь интересное сейчас скажет. Но он просто стоял и молчал. Так. Вот это что такое? Что за веселье? Только что слил Томаса Банка, чел. До этого слил ещё Ацтека. До этого Гражданского. Может, он с МП. Хотя его никто не сливал. Он что, в какой-то хате? Вот это ЖК Аванта... А как? Авантаж, да. Неужели он в ЖК Аванта же там всех насливал? Это же было бы тупо, чел. Ну, ладно. 458. Что у тебя интересного здесь? Так. Нарушал АИР. Сбив хила. Жалоба. 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 Опять хил в бою. Хил в бою. Жалоба. ДМ. Тут ещё плюс С. Всё. Это 23-й год. Короче, понятно. Ну да, скорее всего, он реально нарушал. Сейчас я за ним вернусь. Там какой-то чел разносит. Нифигово так респу волков. Чек-пуниш. 3-5-1. Быстренько чекаем. Ой, ну у него почти ничего нету. Ладно. Ганбан. 3-5-1. 55-й уровень. Давайте ДМСК. Ой, ДМСК. Просто Ганбан на 10 дней. За СК. Держи. Типочек. Отдохни. Подумай о жизни. Тебя на это будет 10 дней. И вот клон, кстати, и играет с этого. Со сборки, как видите. По крайней мере, мне это в глаза сейчас попалось. Не с лаунчера. 5 минут заходил в игру для того, чтобы получить Ганбан. Но ты, конечно, гений. Так. Кто это такой? Сучо. Екстазу. Понятно. Какой-то весельщак, видимо. Еще один. 479. Давайте фастом чекну его. Нифига себе. Серьезно. От меня последнее наказание было выдан Ганбан на 12 дней за ДМ. Это было 7 апреля. До этого даже просто зачитывать нет смысла. Тут просто сплошной ДМ. Только ДМ. 72-й уровень. И все. Обалдеть. Это столько ДМа у типа, что ли? Играет, кстати, тоже с лаунчера. Забавно. Интересно, хватит ли у него смелости еще нарушать? Что, что, что? 399. Это че? 399. Секундочку. Тут сейчас чел едет на спидхаке. На BMX. Он, короче, на фоне сейчас просто летал. То есть это был не какой-то вилли-хоппинг. Там был реальный взлет. Это у него, как вы видите, не его велик, а велик его банды. Ну да, он поджимает сразу спидхак. То есть никакого твин-турбо здесь нету. Обалдеть. Настолько все плохо, что лечил. Ну да, видите, он просто нагибается вниз и летит с бешеной скоростью. Это самый настоящий спидхак. Ну, в принципе, седьмой левел. Че с него брать? Ему, по сути, нечего и терять-то, даже если он сейчас отлетит. Его, интересно, раньше банили уже? Три-девять-девять. Нет, только вот это вот наказание организационное, да и все. У меня, к сожалению, крашнуло игру. Но я перезашел успешно. Он пришел на ферму. Надеюсь, не для того, чтобы бота подрубать. Так, встал сюда, что-то бегает. Как-то странно себя ведет, на самом деле. Велик, кстати, его пропал, на котором он приехал. А, нет, он там стоит, просто у меня он не прогрузился. Так, ну типочек вроде работает. Может, его тэпнуть и побазарить с ним? Три-девять-девять. Но для начала я проверю, играет ли он с ботом. Так, я его заморожу. Он встал, да. Окей, давайте тэпнем его к себе. Где это ты тут? А, ты здесь. Окей. Приветствую. Че-то он молчит такой. А, нет, я уж думал, это бот. Зачем играете с читами? Спидхак? Ну да. Блин. Ну, еще один спалился. Что ж такое-то? Думал, никто не заметит. Не заметит то, что ты летаешь по воздуху? Не заметит, как ты летаешь по всей карте? Сложно добить эту кнопку. Я не знаю, про что он. Ну, в общем, ладно. В смысле? Да, забей. Это не так уже важно. 15 читы. Пару недель пусть отдохнет. Ну да, такое ощущение, что 7.5.6 только что пытался активно дебэшить вот этого игрока. И да, в итоге он его задебэшил. Ой, да. Давайте чекнем 7.5.6. Что у тебя интересного в истории наказаний? Куча демо и так далее. Короче, я скопирую твой ник. Мало ли, ты ловнешься. Чек. 7.5.6. Что у тебя по истории наказаний? Варнов у него нет. Да у него почти даже денег-то нету. Джейл. 7.5.6. Пусть сервер от тебя отдохнет. На 200 минут за ДБ. Думаю, этого будет достаточно. Тут на фоне чел вообще на притоне. Узишками зачем-то слил другого игрока. 2.5.4. Да еще и с уроном. Что-то страшное, если честно. Не понимаю, зачем так поступать. 2.5.4. Чекаем историю наказаний. Тут ДМ у нас есть уже. Сегодня что ли? Обалдеть. Уже сегодня отлетал за ДМ. 69 уровень. Практически 70. 2.5.4. 180. ДМ. Не, это не ДМ. Это... Аксы притон. Слэш. Узи притон. Думаю, этого будет достаточно. А дальше, я думаю, уже можно ганбан будет выдавать. Это как? Тут тачка сама походу едет. А, мне показалось. Тогда ладно. Почему он плюс С шит? Ты твой чел. 6.7.2. Он просто только что попадал по игроку за каким-то боком. С плюс С. В общем, ладно. Я буду чекать фаму скинхед по логам. Чекать их лидера. Всех оставшихся софамовцев. А там уже посмотрим, будет ли ролик об этом или нет. Ну а вы все не забывайте о том, что я играю на сервере Arizona St. Rose. Если что, данный ролик снимался именно здесь. Если вы захотите поиграть вместе со мной, то не забывайте самое главное. Вас на сервере ждет очень крупный бонус. Смотрите. Если вы при регистрации укажете мой ник вот так и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег DAPO, за эти два абсолютно простых действия вы получите больше миллиона вирт на руки. И на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся. Поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной. Я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а с вами был DAPO. Всем спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся в новом ролике. Всем пока.